Шипящая буква Шта Мы знаем, что в нашем произношении буква Шта произносится в родном говоре святых братьев Кирилла и Мефодия, то есть в болгарском языке. Но и у нас на территории восточных славян буква Щ, мы ее напишем так, вот как она у нас сейчас есть, буква Щ, произносится очень по-разному. Литературная норма требует, чтобы мы произносили долгий и мягкий шипящий. Например, ящик. Мы знаем, что поколение старых интеллигентов эту букву Щ произносит как ШЧ, ШЧУКА, ЯШЧИК, например. Например, далее. Мы знаем, что в народных говорах Щ отвердело, и мы произносим ЯШИК. Мы знаем также, что там, где русский язык соприкасается с другими языками, а таких у нас очень много, на огромной территории России, у нас очень много племен, с которыми русские входили в контакты. Причем в самые добрые, в православный контакт. Очень многие племена крестились. Хотели крестились, хотели не крестились. Вот если взять летописца Нестора, все те маленькие народы, которые жили на территории Древней Руси, не уничтожены. Они все живут и до сих пор в соседстве с русскими. И вот там, где русские люди, русский язык входил в контакты с другими языками, там Щ это могло вообще превратиться в свистящий даже звук. Например, на Камчатке говорят ЯСИК, СЮКА. И вот такое интересное очень произношение. Но в литературном языке звучит долгий, мягкий, шипящий. В болгарском же языке звучит ШТА, звук ШТА. Мы, конечно, это ШТА произносим как Щ. Ща вместо Че в церковнославянизмах. Если ШТА имеет соответствие Че, то перед нами церковнославянизм. Итак, есть такая фонетическая примета славянизмов. Вот если мы произносим ПЕЩ, и это в высоком слоге, в церковнославянском языке, то это славянизм в нашей речи. А если мы говорим ПЕЧКУ ЗАТОПИТЬ в простом, в обыденном разговоре, то Че это примера русского языка. Запишем еще некоторые такие слова. Помощь – церковнославянизм. А помощь оказать, или вот в деревнях раньше, помощи делали, то есть всем миром помогали бедной вдове, или еще какой-то многодетной семье, то это уже русская форма. МОЧИ – для нас святое слово, мощи святых. А в русском, как мы скажем, МОЧЕНЬКИ – нет, МОЧИ – нет. Это простое наше обыденное выражение. И Че – это, собственно, восточнославянская русская форма. Еще можно ряд целых слов привести. Например, НОЧЬ – по-русски НОЧЬ. Но мы запишем такое слово, как ВСЕНОЧНОЕ БДЕНИЯ. ВСЕНОЧНОЕ БДЕНИЯ. По-русски это всю ночь. Всю-то ноченьку мне спать было не в ночь. Знаем такую песню. Но вот слово ВСЕНОЧНОЕ БДЕНИЯ у нас без существительного в разговоре церковном так звучит. ВСЕНОЧНОЕ – это допустимо. Мы, например, говорим «трапеза» в церковной форме речи. И в трапезу пойдем. И также здесь различается ударение в церковном слове, но ударение – книжное, всенощное бдение. И ударение разговорное – всеношное. В нашем языке есть причастие на УЩ и ЮЩ, АЩ и ЯЩ. Эти слова книжные. Пушкин еще говорил. Мы не скажем «карета, скачущая по мосту», а скажем «карета, которая скачет по мосту». Вот эти книжные слова с причастиями, которые содержат ЩЕ, ЩА, букву ШТА, они есть тоже славянизмы в нашем языке. В русском им соответствуют уже прилагательные на УЧ, ЮЧ, АЧ, ЯЧ. Давайте приведем такие пары. Висящий славянизм – висячий русское слово. Колющий славянизм – колючий русское слово. Лежащий славянизм – лежачий русское слово. Причастие – украшение церковно-славянской речи. Они соперничают с глаголом по силе своего воздействия. Очень много причастных оборотов, причастных форм. Иногда этот суффикс в именительном падеже даже не является полным. «Ты, если Бог, творяй чудеса». И нам нужно восстановить в своем сознании этот суффикс, чтобы понять форму «Ты, Бог, творящий чудеса». Благословен гряды во имя Господня. Благословен грядущий, идущий во имя, во славу Божию. Шипящие звуки. Поэтическая звукопись. Шипящие звуки «Ж», «Ш», «Ч», «Щ», а также и звук «Ц», который является тоже очень своеобразным звуком славянской речи, вместе со свистящими «С» и «З» создают неповторимые поэтические звукописные картины. Чем и пользуются наши художники слова. Есть шедевр «Когда волнуется желтеющая нива» Михаила Юрьевича Лермонтова. «Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганной душистой румяным вечером или утро в час золотой из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по врагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Буквы ЕР, ЕРЫ и ЕРЬ Продолжаем разговор о славянской части кириллицы. Буквы ЕР, ЕРЫ и ЕРЬ мы уже говорили, что эти буквы не начинают слово, поэтому над ними нет начального знака, знака придыхания. И вообще вы видите, что буквы названы наоборот. ЕР, сначала идет в каждой из этих букв начальная установочная звуковая работа, и только потом уже в конце они на выдохе произносятся, потому что так их произнести невозможно. В старославянском и в древнерусском языке это были сверхкраткие звуки, очень неопределенные, их даже называли глухими. Постепенно они изменились, или исчезли из произношения, потому что звуков ЕР и ЕЛЬ теперь не обозначают, или они превратились в О и Э. Вот мы пишем.